Демократ Питер Дефазио, представляющий в Палате Представителей США Орегон, на прошлой неделе объявил, что не будет баллотироваться на очередной срок, а выйдет на пенсию. На первый взгляд, делов-то куча. В Конгрессе сотни народных избранников, к тому же Дефазио далеко не самый из них знаменитый. Он сидит в нем с 1987 года, был одним из спонсоров «Зеленого нового курса», занимает не последнее место в иерархии Палаты, но известен широкой публике куда меньше, чем Александрия Казио-Кортес или Ильхан Амар, пришедшие туда позавчера. Заявление Дефазио о том, что он тоже на выходе, привлекло внимание пикейных жилетов по двум причинам. Во-первых, Дефазио возглавляет Комитет Нижней Палаты Конгресса по транспорту и инфраструктуре, на которые наши слуги народа недавно отвалили больше триллиона долларов. Во-вторых, он уже девятнадцатый по счету демократ, решивший выйти из игры в преддверии промежуточных выборов 2022 года. Демократы знают, что их фракции грозит Армагеддон и лишь гадают о его масштабах. Дефазио знает, что даже если он удержится, его фракция утратит большинство в Палате представителей, а вместе с ним и руководящие посты, в том числе и его собственные. Мало кто думает, что Дефазио будет последним беглецом от надвигающегося цунами. По словам Келвина Мура из фонда руководства Конгресса, демократы валятся как мухи, потому что знают, что в ноябре будущего года из них сделают лепешку. Как писал на днях сайт Полыриков, несколько демократов поведали ему, что составили списки видных товарищей по партии, которые, как им кажется, собираются бросить полотенца на ринг до весны будущего года. Президентская партия, как известно, всегда теряет голоса на первых промежуточных выборах, а тем более, когда рейтинг ее знаменосца вошел в пике, как происходит с Джо Байденом, чей положительный рейтинг в данный момент колеблется у отметки 42,3%. Чтобы погореть в ноябре будущего года, демократам нужно немного. У них микроскопический перевес в Нижней Палате Конгресса, а в Сенате их пока выручает лишь Камала Харрис, имеющая как вице-президент один голос. Ее рейтинг, кстати, некоторое время составляет уже сиротские 28%, а ее помощники соревнуются в беге с конгрессменами-демократами. Глава республиканской фракции в Палате представителей Кевин Маккарти предсказал в ноябре, что его партия может прибавить себе через год 60 мандатов. Рекорд был поставлен на промежуточных выборах 2010 года в правлении Барака Обамы, когда республиканцы отобрали у правительственной партии 63 мандата. Однако последующие выборы подтверждают наблюдение, что никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Американские партии продолжают меняться местами, однако демократы научились делать два шага вперед и лишь один назад. Поэтому при всех сменах власти страна неуклонно левеет. Владимир Козловский Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова